МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огромные пронзительные глаза. Взгляд, который притягивает и пугает, он проникает в самую глубину души. Кто его раз видел, уже никогда не забудет. Так, как его вырежал Господь Бог, он трудился долго. Про него говорили дьявольский талантлив. И актера Бога – Волонт, Гамлет, граф Монте-Кристо. Все сыгранные им роли, все образы на изломе, на слиянии добра и зла. Актер должен находиться в этой круговертии настоящих испытаний. И Витя это вынес, выдержал с блеском. Виктор Авилов. Максималист во всем. Он стоял над пропастью. Каждый его выход на сцену мог стать последним. Актер пережил две клинические смерти. Он жил в клетке, которую он не мог пробить своим окровавленным, абсолютно, сердцем. Он чувствовал в себе дар экстрасенса. Лечил других, но не смог спасти себя. Он меня взял, отвел в сторону, делал какие-то пасы. Мне стало лучше. Господин искуситель. Он одним лишь взглядом покорял женщин. Любительным так смотрелось. Я поняла, что у меня все начало наливаться. Я поняла, что я уже берегу. Наверное, от взгляда. Авилов был признан лучшим Гамлетом в Англии. По традиции с актера сняли прижизненную маску. Многие посчитали, что это дурной знак. Это дочь актера Виктора Авилова Ольга. Она тоже актриса. Здесь же как раз такая галерея о мастер Маргариты. Это современные фотографии. Которые сейчас идут в спектакли. А там дальше от истоков, от начала. Ольга старается быстрее пройти мимо портрета отца в роли булгаковского Воланда. Потому что считает, роль дьявола стала для него роковой. Воланд это настолько спорный персонаж. Это же вообще не человек. У этого произведения булгакова среди артистов дурна и слаба. Многие наотрез отказываются играть в мастере и Маргарите. Но только не о нем. Мы-то сами знаем, что никакой черной магии не существует. Актер снова и снова выходит на сцену. И это, несмотря на то, что во время работы над спектаклем, его сердце остановилось дважды. Я запомнился собственным правилам. Вот так. В этом последнем интервью Авилову спросили, не боится ли он проклятия мастера и Маргариты. Актер уверенно ответил, нет, я с Воландом в расчете. Последние годы своей жизни Авилов играл через боль, через преодоление. Но он не умел по-другому и не хотел. Это у нас место, где актеры превращаются из простых людей в совершенно волшебных, сказочных персонажей спектаклей, которые будут сегодня. Это мужская гримерка. Здесь когда-то, когда-то Витя гримировался. Сейчас здесь совершенно бесшабашные мальчишки. Вот здесь Витя был. Как бы нет никакого мемориала, это все живое. Здесь приходят актеры, и жизнь продолжается. Почему-то цветы. Значит, кто-то еще любит. Этот человек завораживал зрительный зал. Лицо, волос, походка. Все в нем было необычно. Виктор Авилов вызывал бурю эмоций. Страх, мистический ужас, трепет, восхищение, восторг. Кто его раз видел, уже никогда не забудет. Потому что с демонической внешностью, так как его вырезал Господь Бог, он прорывался долго. Сам Авилов часто шутил про свою внешность. Говорил, ну и рожа. Есть люди, кстати, знаешь, лицо такое. Даже вот второй раз видишь, и не вспомнишь. А у меня такая... Он не знал, что у него такая внешность необыкновенная, но просто некоторые считают его даже уродом. Если разденете его, так это можно было бы хохотаться. И несмотря на это, все считали его героем-любовником. Может быть, артист просто гипнотизировал женщин? И может, поэтому все его поклонницы считали, что у него необыкновенное мужское обаяние, для которого просто не существует преграда. Достаточно было этих женщин, чтобы, так сказать, сортировать и выбирать. Нормально он их, так сказать... Он особенно не заморачивался. Абсолютно гипнотический взгляд. Не мужской, а ценивающий. Словно заглядываешь в преисподнюю. В самую глубину. Самую, там, сердце. Но ведь это умел делать. Наверное, женщинам это очень нравилось. На меня он смотрел так часто. Поэтому я, наверное, больше счастлива, чем кто любил. У Авилова был внутренний природный дар. Необъяснимый и удивительный. Он умел притягивать к себе, как магнит. Он герой абсолютнейший, в который можно было... И что делали барышни все. Влюбляться, верить и идти за ним. Очень любили его женщины. Вот, казалось бы, нужно пугаться такого. Ночью встретишь или приснится, проснешься в холодном поту. Авилову приписывали бурные романы с красавицами и актрисами. Об одном из них шептались на съемках фильма «Узник замка Ив». Через 10 дней съемок все женское поголовье было неуверено. Моего единственного возлюбленного, самого прекрасного человека на земле. Анна Самохина настолько убедительно в кадре соблазняла графа Монтекристо, что по площадке поползли слухи. У него действительно роман. Красавица актриса была замужем. Да и Виктор Авилов был не свободен. Но чувства вспыхнули внезапно. Как позднее вспоминала актриса, на нее воздействовала какая-то неведомая сила. Какая? На съемочной площадке заговорили, что этот странный актер – экстрасенс. Он снимал боль руками, там, у девиц болели головы. Он подходил, там, через одеяло делал какие-то пассы, у них боль проходила, они шли на съемочную площадку. Теперь все артисты, гримеры, костюмеры буквально осаждали Авилова. «Вылечи меня!» И он не отказывал. «Подойдите ко мне! Требую полного подчинения! Прошу сесть!» Знаменитая сцена из фильма «Узник замка Ив». Алексей Петренко в роли аббата Фарио погружает Авилова графа Монте-Кристо в гипнотический сон. «Соберите осколки ваших мыслей. Я помогу вам». Вот аббат начинает делать пассы руками. На наших глазах происходит чудо. Монте-Кристо вспоминает давно забытые моменты своей жизни. Во время съемок этой сцены Алексею Петренко стало плохо. Следующий приступ будет последний. Он едва не потерял сознание. Скорая помощь задерживалась. Пока ждали врача, Виктор Авилов сам начал спасать партнера. «Он меня взял, отвел в сторону, делал какие-то пассы, что-то делал, делал. Мне стало лучше. И был съемочный день, хороший очень, который мы вместе с ним провели». «Вы плохо себя чувствуете, отец мой». «Нет, я чувствую себя хорошо». «Он обладал гипнозом, гипнозом, актерским гипнозом, и не только их актерским. У него замечательные излучающие руки. Он лечил руками». Его удивительные способности театральные зрители подметили сразу. Это было еще задолго до съемок Авилова в фильме «Узник замка Ив». «Появились зрители. Они увидели, что он светится. Они стали приносить ему всякую литературу, там, понимаете, оккультную, экстрасенсную и так далее». «Обо мне очень часто ходят слухи самые невероятные». Он словно ставил эксперименты над зрителями. Ему самому было интересно познать силу своего воздействия на людей. И он внимательно изучал их реакции. «Зрительница одна в холодное время года. Театр от метро расположен в 15 минутах пешей ходьбы. Она ушла, не взяв пальто из гардероба». «Город наш! Аплодисментом!» Кого-то отдушили рыдания. Кто-то начинал задыхаться. Почти как на сеансах массового гипноза. Вот это единение с залом. Когда я чувствую, что зал у меня здесь, я могу сейчас сделать, что он заплачет, засмеется. Все что угодно сделаю. Или, например, когда я играю в Мольера. Когда мне больно, понимаешь? Мне больно. Я вижу, что у людей слезы текут в зале. Они плачут. Я видел много раз. Плачут люди. Вот в чем дело. Он играл на пределе. Совсем не принимая в расчет, что кто-то из зрителей может действительно пострадать от его воздействия. Он сам готов был каждый вечер умирать на сцене. И почти умер. Люди переставали дышать. Просто вот они забывали о том, что надо дышать. Пока его не уносили со сцены. Вот актеры вот этого Мольера, который умер во время своего последнего спектакля. Это было, ну, минута, может быть, полторы. Мы не дышали. А потом вспоминали, что можно. Сарафанное радио уже заработало. В театре на Юго-Западе происходят чудеса. На сцене играет актер-экстрасенс. На ряду все схватывал. Навыки у него были удивительные. Откуда он? Взял шофер вроде бы, да? Простой парень из подмосковного рабочего поселка. За эти годы Вастрякова почти не изменилась. Вопрос, что делать после армии, решился сам собой. Он сел за баранку Маза. Стал возить песок на новостройке Москвы. После работы встречался с друзьями. А им было по 21. Ну, ничего не делали, конечно, только квасили. А что в Вастрякове делать? Драться, квасить, с девками гулять. В кирзовых сапогах, по локоть в мазуте. Замасленные рыжие волосы, торчащие из-под нелепой шапки. Душа компании, весельчак и балагур. Настоящий мужик. Русский мужик, актер хороший. Пьющий, курящий, любвеобильный. Острый на слово. Кутила. Может не спать по ночам. То есть настоящий мужик. Таких не так уж много, с которым можно говорить обо всем. Никогда не выдаст, не придаст, не продаст. Умеет пить, умеет шутить. Идет бабушка ему навстречу. И на него смотрит такими глазами. Он поворачивается и делает. Бабушка, вон, пошла дальше. Тогда он просто бесшабашно жил. Не особо задумываясь о будущем. Когда его друг, студент, режиссер Валерий Белякович предложил создать театр, сразу согласился. Почему нет? Это же весело. В 78-м году тогда еще не было ни театра, ни кружка, а просто была такая вот какая-то хулиганская сходка, на которой резвились они вовсю. Они все были безумно талантливы. Они все были невероятно свободны и раскованы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы выходим из театра на юго-западе. Эта архитектура устаканилась сейчас уже, спустя 36 лет. Место святое, так сказать, напротив церкви, замечательное. Но это было типовое вот здание, и здесь был такой квадрат просто. И назывался клуб «Гагаринец». Он не работал. Здесь собакам делали прививки. Феномен 80-х театральной студии, растущей, как грибы на окраинах Москвы, в рабочих спальных районах. От фальшивого официоза молодежь уходила в подвалы. Именно там ставили первые любительские спектакли, в которых говорили правду. Я ему говорю, я очень любительствую. Не напишу такие поступки. Я протестую. Я скоблю. Пошлись. Театры-студия вырастают в каждом дворе, в каждом красном уголке, потому что там можно ставить то, что ты хочешь, потому что там можно говорить то, о чем ты хочешь. И самое главное, там есть студийная атмосфера. Атмосфера свободы. Они сами строили свой театр. Приносили со свалок трубы, доски, кирпичи. Вот здесь пентагон строили, мы оттуда кирпичи у солдат взяли и сами все сделали. Я помню, как Витя Авилов отваривал газосварочным аппаратом ножки у стульев, как он обжегся, схватив эту трубу, как первый камень я положил, кирпич, как туда засунули червонец под кирпич. Костюмы и реквизит собирали по друзьям и знакомым. Ели что попало. Практически не спали. Некогда. Мы ночевали в театре. У нас были матрасы, которые кидались на пол, и все в повалку, значит, спали, пока ты не репетируешь, если тебе надо на сцену, тебя били пинком, ты шел, значит, ты репетировал ночью. Днем Авилов за рулем грузовика, а вечером на сцене театра. То есть после работы шел на репетицию, или во время работы играл спектакль. Я подгонял свой МАС к театру. Зима. Глушить двигатель нельзя. МАС там тарахтит, я играю спектакль, выхожу из спектакля и на всю ночь еду песок возить. Такое бывало. Их театр располагался в пристройке жилого дома. Соседи жаловались милицию, что за грохот под окнами всю ночь, крики, кому нужно такое искусство? Шпана, а не артисты. Вот у нас «Сами поют», мы записали «Сами поют». А это ведущий. Посмотрите, какие голоса. Я вот играл такую худую, вот по очках такую короку, такую язву. Господи, я в ее году уже трех мужей сменила. Толк у нас. Бердов, бердов. А не твое дело. И себя даже на балаке везти не умеешь, как след. Станешь вечером, как крест на могиле. Невыносимо было смешно. Зал ржал, не слышно было, какая следующая реплика. Все спрашивали, что он сказал. Что он сказал? Эти стены видели много интересного. И ссоры, и поцелуи, и драки, и любовь. Чего тут только не было. И все это, эти стены хранят. Никому ничего не расскажут, если я не проболтаюсь. Я верила тебе, ты мог бы... Галь, ты дура. Дура. Партнерша Авилова – его бывшая жена, Галина Галкина. Училка. Тогда все актрисы театра были увлечены Авиловым. Только Галина не замечала его. Она была влюблена в театр. Ей 18, ему 25. Репетирует любовную сцену спектакля «Мольер». Нужно было целоваться. Но ничего не получилось. Режиссер Белякович злился. А ей было просто стыдно признаться, что она никогда не целовалась. Валерий Романович говорил, что мы неверно играем сцену. Романда и Вольера. Потому что так нельзя целоваться. Потому что вы что, не соображаете, как надо целоваться? Когда мы начинали играть по правде, чтобы это было действительно, чтобы мы не чувствовали, что мы врём, приходилось прикасаться друг к другу. Знаешь, как-то браться за руку. Вдруг у него такие руки были всегда красивые. Вдруг он там как-то схватил. Никто меня раньше не хватало. Мне это понравилось. И пошло-поехало. Моя девочка. Тебе так не страшно. Я решился. Поклянись, что любишь меня. Люблю. 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 Это Мадонна. На неё можно молиться. Это преданность. И это любовь, которую она источает, божественная, в чистом виде. Любить имел так смотреть, что как раз вот именно я тебя люблю. Мне хотелось считать в его глазах, и я прочитала. И потом я поняла, что у меня всё начало наливаться. Я поняла, что я уже беременна. Наверное, от взгляда. Тут редкий случай. У Виктора и Галины родилась дочь Аня. Потом, через три года, ещё дочка Ольга. Счастливый самый момент, это когда вся семья была в сборе. Когда папа, мама, сестра, то есть мама, ну вот этот, мама готовит запахи еды. Папа там смотрит, допустим, футбол, мы там с ним. Ну, когда все дома, и всем как-то, все здоровы, всем как-то хорошо, спокойно. И от этого какое-то счастье было внутри. Спокойствие. Он читал детям отрывки из своих ролей, стихи, сказки. Девочки слушали, затаив дыхание. Когда папа читал, сказки оживали. Читал про медузу Гаргону. Было так страшно, то есть со всеми эмоциями, по ролям. Ну, страшно, я помню, что было очень страшно, но здорово. Тогда они были счастливы, все вместе. Пусть вчетвером в одной комнате родительской квартиры. Он был абсолютно нормальным. Он мог и стирать, и готовить, и в магазин сходить. И, в общем, все, что не попросишь, он все делал. Просто ложки такие вырезал. Прямо красивые, фигурные такие ложки. Маме там помню, ну, нам подарил, маленьким. Нет, все время что-то делал руками, любил это делать. То есть качели нам сделал, в деревне тоже, когда приехал. Все время что-то делал. Золотые руки. Я был чайным, но мне нравится деревенский быт. Просто деревенский русский быт. Когда все срублено своими руками. А что это ты тут натворил, а? А ты попробуй, Дунь. А ну как Дуну. Дунь, Дунь. Казалось бы, такой должен быть стоять на границе, защищать грудью Россию. А он пошел в артисты. Значит, наша профессия не так уж плоха. Поэтому, когда ты чувствуешь себя рядом с таким мужиком, думаешь, да, наверное, что-то в этой профессии есть. Театр на Юго-Западе быстро стал популярным. В него не попасть. Зрительный зал вмещает всего 100 человек. Я уже видел, что мы не можем сдержать напор народа сюда. Потому что была театральная мафия раньше. Они брали все билеты, которые мы бесплатно раздавали. И меняли их где-то там на книги, на билет на Спартак, Большой театр. На Гамлет, на Таганку. В театре на Юго-Западе тоже замахнулись на Шекспира. И поставили Гамлета за 15 дней. Костюмы режиссер Белякович привез из подвалов Мосфильма. Грязные, дырявые. Они были списаны. А Вилов первый раз в жизни надел настоящий театральный костюм. До этого-то играл в чем придется. И произошло чудо. Он почувствовал себя настоящим артистом. Мне нравится у Шекспира в Гамлете фраза рок-довершил, чтобы Бог судил. Я не пошел. Я просто уменьшил. Я не собирался этого делать. Это просто судьба. Я нуждаюсь служебным повышением. Мало того, что мне он целиком к спектаклю понравился, но Витя меня потряс, потому что он, ну, как не артист. То есть не было ничего с ним такого пафосного, возвышенного, очень такой доходчивый до всех Гамлет, то есть один из нас. 1987 год. Великобритания. Любительские театр-студию приглашают на Единбургский театральный фестиваль. Единбург был значимым очень, понимаете, потому что мы ехали с Гамлетом, мы ехали в Англию. Существенно важно было. Мы считали, что это признание. Свершилось настоящее чудо. На театральной сцене Единбурга, на родине Шекспира, советского актера-любителя провозгласили лучшим Гамлетом современности. Небо, земля, круг, придача, быть может, а? Стой, сердце! Сердце, стой! Эдинбургский театр-студия Успехом выступил на Эдинбургском фестивале Московский театр-студия на Юго-Западе. Начав с комедии и выдавили, театр последовательно пришел к постановке Гамлета Шекспира. Именно эту работу так восторженно приняли на родине великого драматурга. В Англии о нем были написаны статьи, после того, как посмотрели Гамлет, англичане. Англия встретилась с суперлицом. Суперфейс в газете его написано. Он их тоже потряс. Виктор Авилов удостоен большой чести. С него, по традиции, снимут маску и выставят ее в музеи среди прочих, снятых с великих и знаменитых актеров, игравших Гамлета. Этой мистической традиции больше века. Прижизненная маска любого человека – это печать, врата в потусторонний мир. То есть это опасность того, что у человека эта прижизненная маска заберет за собой. Виктор Авилов разрешил сделать прижизненную маску именно в лице Гамлета, загримированном под Гамлета. Значит, судьба Гамлета ложится на его жизнь, на его судьбу. Друзья Авилова предупреждали. Витя, делать прижизненную маску – плохая примета. Дождешься беды. Он поднесся к этому, как всему остальному, с глубоким юмором, поржал вот так. Вот маска готова. Авилов почти уверен, она сулит ему актерскую славу, новые роли, признание зрителям. Но вот какую цену ему придется заплатить за этот памятник прижизненную? Тогда он еще не представлял. Да и не видел в этом никакой мистики. Тем более в родном театре маски развешаны повсюду. Здесь все сделано как бы своими руками. Вот артефакт, допустим. Это, собственно говоря, необыкновенная маска. И везде каждая маска что-то, что-то символизирует. Это вот маска, посвященная перестройке. После триумфа в Эдинбурге Авилова, наконец, заметили и кинорежиссера. Он одновременно начинает сниматься сразу в двух фильмах. «Узник», «Замка Ив» и «Господин оформитель». Для начинающего режиссера Олега Тепцова мистическая лента «Господин оформитель» тоже была дебютной. «Просто попробовать. Ну попробовать вот в кино. А как вот в кино? Потому что все настоящие актеры играют в театре и обязательно снимаются в кино». «Убей! Убей! Убей! Убей!» Эта работа действительно принесла ему неожиданный успех. Фильм по рассказу Грина станет первым культовым советским мистическим триллером. «Вы должны мне представить газку пистолета. Если я отвечу, спустить круг. Или сойти с ума». В оформителе он хорош очень. Тем более там казаков, люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы. И, несмотря на это, он был с ними наравне. И это его ипостась, такая фантасмагория какая-то. В общем, казалось бы, он довольно бытовой человек, но вот в такую обертку его мог завернуть только толковый режиссер, который понимал, что он внешне гораздо интереснее, чем все остальные люди. Авилов сыграл роль художника, господина-оформителя, который получает заказ на оформление витрины магазина. В поисках натурщицы художник находит Анну, молодую девушку, смертельно больную чахоткой, и ваяет с нее свой лучший манекен, вкладывая в работу всю душу. После смерти девушки манекен оживает и начинает жестоко мстить своему создателю. Впрочем, этот с нимбом, он все время меня обыгрывает. Пока он сильнее. Герой Авилова спорил с Богом, мерился с ним силой, и актер, чтобы войти в этот образ, полностью изменился сам. Он стал другим. А он никогда не был особенно веселым. Вот я не видел, чтобы он хохотал, захлеб. Он задумчивый, философский, всегда какой-то, погруженный в свои особые думы. Это вот было. Это было. Теперь зрители в театре не узнавали Авилова. В его актерской манере появились новые оттенки. Способность завораживать зал стало просто пугающе. Он чувствовал, что он залом. Ему надо было зал к себе приворожить. Ему нужно было вот первые моменты это сделать. Потом он стал пользоваться этими приемами. Чтобы провести свой корабль сквозь рифы. Здесь. Здесь шум. И ярость. Зная, что энергия идет от рук, он выходил, когда кто-то там шептал. И он становился, значит, была какая-то пауза. Вдруг отвешивать начал страшные паузы в ненужном месте. Он говорит, ненависть. И так руку подымал. На зрительный зал все как жабы в болоте замирали. Потому что эта ненависть была для всех. Воздействие Авилова ощутил на себе и композитор Лука Сафронов. Тогда ему было 13 лет. Маленький музыкант вывихнул руку в день вылета на конкурс пианистов в Германии. Боль не проходила. Никакие лекарства не помогали. Тогда родные мальчика привезли его в театр на Юго-Западе. Вдруг Авилов поможет. Посиди, Петр. Я посмотрю мальчишку. Тут я смотрю из театра. Выходит мужик. Спортивные штаны. Валенки. Какая-то телогрейка. Ну ничего себе. Какие бомжары выходят из театра. Подумал я. Не веруй там в меня. И это грех. Мальчик по-настоящему испугался, когда неизвестной решительной походкой направился к нему. Я смотрю, вижу лицо, которое... Можно там, я видел на картинах, на каких-то великих композиторов, великих писателей. Авилов, не мигая, смотрел в глаза мальчика. И ребенка словно захлестнуло теплой волной. И рука, вот чудо, сразу прошла. Луке, казалось, он слышит музыку. Композитор вспомнил ее сейчас и записал специально для нашего фильма о Викторе Авилове. Это дань благодарности композитора-актера, который сыграл в его судьбе такую роль. Для меня Авилов это впечатление. Впечатление о человеке, как о вспышке. Да, Авилова не укладывается в привычные рамки. Кто он? Странник, заплутавший во времени? Пришелец из других миров? Или обычный человек, начитавшийся оккультных книг? Он стал заложником своей печати. Он стал заложником своего бога, который его отметил. Он стал заложником своей внешности. Он стал заложником своей харизмы. Он стал заложником своего безумного, невероятного таланта, которому было адски тесно в рамках и театра студии, и режиссёра Беликовича, и тогдашнего кино. Теперь предложения работать в кино следовали одно за другим. На съёмочной площадке фильма «Искусство. Жить в Одессе» Авил узнакомится с ассистенткой режиссёра Ларисой и влюбляется, как мальчишка. Я помню, мы встречали Новый год, 90-й, уже у Вити, вся группа собралась, закончили съёмки. И Витя говорит, давай отсюда убежим. И мы вышли на стадион «Динамо» возле Одесской киностудии. Витя снял свой свитер, у него такой был... Остался в одной майке, одел на меня этот свитер. Мы ходили вот так вокруг стадиона, и он читал стихи, потом что-то из «Каллигулы», потом «Есенина». И вот так мы прогуляли почти два часа. Мне было комфортно и хорошо, а Витя пришёл с синего цвета. Вот. Простыл, заболел. А Вилов стал жить на два города, между Москвой и Одессой. Но не решился сразу уйти из семьи. Я сразу как бы начала понимать, что человек уже отдаляется, там плывёт на другой лодке в другую сторону, поэтому никаких скандалов, никаких объяснений. Просто стало понятно, что он начинает жить какую-то другую жизнь. Да я не думала тогда ни о страхе, просто вот я пошла, как сердце позвало, и всё. Я не думала ни о чём. Ни о том, что мы принесём боль нашим близким людям, ни о том, что потом дальше будут какие-то сложности, ни о том, что мне придётся бросить всё, и друзей, и учёбу, и перебраться вообще в незнакомый мне город. Но ни о чём. Я просто любила, и он любил, и всё. Ну, это шофёрская. Я говорю, что-то такое, знаете, отношение к жизни, к женщине. В какой-то момент вдруг Галя, видимо, оказалась слишком сложной. Актриса талантливая, со своим миром. Что-то его, видимо, не устроило. И вот такая нормальная, детская, красивая девчонка пришлась к месту. От развода его отговаривала сестра Ольга. Актриса того же театра на Юго-Западе. Она считала, что ради детей нужно сохранить семью. Ольга была единственным человеком, которая могла на него как бы давить. Она ему говорила всегда правду, всё, и так сказать. Она оберегала их союз, Галкина и Виктора. Но не в характере Авилова вести двойную жизнь. А безысходности он начинает пить. Тебе нельзя пить! Пить? Мне нельзя пить! А что из того, что мне можно? У меня есть! Что вообще у меня было? После Мольера каждый раз он идёт в гримёрку и высасывает пол-литра водки. А домой приходит, ещё пол-литра догоняет. Это он ещё шёл, не валялся там где-то. Как у него хватало сил, но я думаю, что он себя просто сжёг. Родные и друзья как могли удерживали Виктора. Но кто с ним справится? Настоящий мужик, он говорил мне лично, я пил и буду пить всегда. Я мужик. Смотри отсюда! Чё ты пьёшь? Сам не знаешь, чё пьёшь! Он спивался на глазах у всех. Пил с кем попал, даже с бомжами. Ему стало на всё наплевать. А кто лечился? Высоцкий смотрел, что ли? Понимаешь, вот эти люди, мы не можем их судить. Конечно, я ему говорил, ну что ты пьёшь? А он иногда пошёл ты со своим театром. Вот, посмотрите. Вот. Это всё подготовка к сегодняшнему спектаклю. Вот, вся труппа здесь. Встреча с Кейси называется. Режиссёр всегда говорил своим актёрам. Есть только одна причина отменить спектакль. Смерть. Это неписанное правило привело к трагедии. Сестра Виктора Авилова Ольга играла свою последнюю роль с температурой под 40. Это произошло в ночь на Рождество 90-го года. Сразу после спектакля она умерла. Он видел людей насквозь. Одним движением руки останавливал кровотечение. Как не мог он заметить, что сестра давно и тяжело больна? Неужели его дар пустышка? И он на самом деле не может ничего? Авилов долго мучился, искал ответ. И вдруг, словно вспышка. Маска. Друзья же его предостерегали. Прижизненная маска взамен славы потребует расплаты. Поэтому, когда Ольги не стало, мне кажется, у Витки просто даже как бы за этим, как вот первая потеря. И вдруг ты только тогда понимаешь, что как это все зыбко, как это все просто и ужасно, и как дальше жить. После смерти сестры Ольги, Авилов принимает решение. Он собирает вещи и уходит из семьи. В театр на Юго-Западе тоже решил не возвращаться. На сцене, которая забрала жизнь любимой сестры, играть он больше не хочет. Он из театра тоже, получается, как бы ушел, потому что он отпучковался, так отрезал себя таким ножом, и пошел как бы в другую жизнь. Виктор едет в Одессу за своей молодой возлюбленной. Он сказал, я так больше не могу. Я не могу постоянно разрываться, мотаться, у меня там работа, у меня там съемки на Мосфильме. Ты уезжаешь со мной. Все, собирайся. Как, так? Я сказал. Все, я собрала сумку, и мы улетели в Москву. Здравствуй, Москва. Казалось, жизнь наладилась. Авилова приглашают играть в кино, участвовать в независимых театральных постановках. Он впервые пробует себя в режиссуре, снимает видеоверсию спектакля «Мольер». Что вы говорите? Что вы такое говорите? Как же можно не играть в спектакль? Как же можно не играть в последний спектакль? Авилов даже набирает собственную актерскую школу. Теперь он гуру. Он готов учить других. И он тоже хотел, он там занимался с кем-то, кого-то подготавливал, что-то думал. Но он не думал, не знал, как это тяжело. Он не мог стелиться перед артистами. Он бы всех послал тут же. Все бы вылетели, как пробки. И он бы сел и пропил всем фонари. Каждому будет дано по его мере. Новая роль Авилова – Воланд в спектакле «Мастер и Маргарита». Долгожданная. Ради нее он даже готов вернуться в театр на Юго-Западе. Артист выходит на сцену, не гримируясь. Убрал волосы назад. И вот он, настоящий дьявол. Воланд – это настолько спорный персонаж. Это же вообще не человек. Чуть ли не должно чрево вещать. Не знаю, но вот мне кажется, что Витиным исполнили Воланд. Он, конечно, там и рычал слегонца, так, все будет правильно, на этом стоит мир. Да, он как бы есть такой момент, но там даже не в мистике дело, а в том, что в чувстве справедливости. Понимаете, его Воланд был справедлив. Авилов вновь гипнотизировал зрительный зал. На родной сцене поймал кураж. Если я играю в Воланда, если я смотрю в зал, я вижу, как люди так моют. У актеров существует поверье, что играть в булгаковском мастере и Маргарите опасно. А Авилов это знал. Я знаю четыре таких произведения, которые мистически стараются, считаются ставить опасно. Мастер Маргарита, это Макбет, это Пиковая дама и это Миза. Что делал бы ваше добро, если бы не было дела? Но Авилову, казалось, не было страшно. Он всегда шел на таран собственной судьбы. В нем все было наперекор и вопреки. Летом, 95-го года, Авилов улетел на гастроли в Берлин с мастером и Маргаритой. Но объявленный спектакль так и не состоялся. За полчаса до начала представления исполнителя роли Воланда Виктора Авилова отвезут в больницу. У Вити была язва. И когда он уезжал, ну, язва его постоянно, периодически. То она обострялась, то она была в таком тихом состоянии. Он уехал туда. На операционном столе Авилов перенесет две клинические смерти. Немецкие врачи сделают невозможное, спасут, запустят остановившееся сердце актера. А тут я вижу просто одну тень, которая не может выпрямиться, потому что шрам не опускает еще. Вот, с палочкой. Вот таким я его встретила. Авилов выжил и вернулся к своему Воланду. Проходят две недели, сняли швы, и Витя возвращается к работе. Надо, я подведу людей, я подведу театр, я не могу. А надо было бы еще полежать. Нет, я чувствую себя нормально, я могу терпеть, если что. Я выхожу на сцену. Он просто решил игнорировать и болезнь, и боль, и предостережение врачей. Почему он это делал? Он не мог без сцены и хотел как можно больше успеть. Здоровье у него было при его субтильности такой. Вот удивительным образом хрустальность такая и мужество в одном лице. Стол заказал в Нарвине на самотеке. Гостей пригласил. Одних баб больше, штук 20. За Виктор Васильевич Амилов! Ура! В 2003-м Амилов с размахом отмечает свое 50-летие. Москва-река, теплоход, щедрый стол, много гостей. Он на отмышь жил. Никогда не считал денег, как нормальные мужики. И на 50-летие корабль снял, приглашал меня, звонил несколько раз. Гульнул так на отмышь. По-купечески это хорошо. Как обычно, анекдоты, гитара. Амилов был весел, рассказывал о новых планах. Трамплин, на который он забрался, так далеко его не подбросил. Хотя он уже жил о Голливуде, о актерах, к которым я боялся подойти. А он уже, в общем, решил, что это актерское время закончено. Пора заниматься режиссурой. Планы у него были грандиозные. Среди подарков две маски. Одна – символ комедии, другая – трагедия. Подаркова не обрадовала. Опять эти маски. В 2004 году Виктор Авилов начинает новый гастрольный тур со спектаклем «Мастер и Маргарита». Каждый день новый город. Каждую ночь переезд. В месяц до 20 спектаклей на разных площадках. И за полгода ни одного выходного. Понимал ли он, что эта бешеная театральная гонка погубит его? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Я приношел сюда для консультации. Пытался я начать делать свой проект. Нужны были деньги. Для того, чтобы эти... Он пытался работать, как проклят. Он работал на износы. Авилова убивает сцену. Он играет уже с фатальным диагнозом. Неимоверными нагрузками, будто нарочно, приближая свою гибель. Как он отыгрывал и как он выходил на сцену. И с какой... Как вообще можно было в таком состоянии что-то играть, когда он даже лежать не мог. Он поднимался. Моя сцена. Он поднимался и вперед. Стояла раскладушка. Сцена закончена. Витя приходил, ложился и лежал. Опять Витина сцена. Зубы сжал. Пошел. Отыграл. Вернулся. И уже вот... И лег. Вот так вот мы... У нас такие были гастроли. В конце июня 2004 года гастроли завершены. Еле живой Авилов вернулся в Москву. Я ему говорю, ну что, доигрался. Ну, просто по состоянию. Ну, выглядело он не очень. Друзья его добили, когда сказали, что в Эдинбурге упал и разбилась его прижизненная маска. Ее больше нет. В принципе, для актера, знаете, у них как-то, наверное, на роду, что ли, написано, понимаете, что хороший актер помирает на сцене. У него же сестра так же, царство и небесное. Ему предлагают сделать новую маску, чтобы отвезти ее в Англию, как память о лучшем Гамлете. Но он отказывается. С него довольны. Смертельно больной, он неожиданно просит отвезти его в Елоховский собор в Москве. Для него путь к Богу был дорогой долгих и трудных размышлений. А он так чувствовал и отстоял там на коленях, как он смог. Потому что везли его уже на подушках даже. Вот он вот так вот боком сидел, ему было очень тяжело. А что же вы не берете его к себе? Свет. Мастер не заслужил света. Мастер заслужил покой. Чуть позже близким станет известно. Десять лет Виктора Авилова съедал рану. Все это время актер терпел страшные боли, продолжая играть. Он не умел восстанавливаться, когда лечил людей. Он забирал чужую боль себе. Его нормальное мужское презрение к болезни – это тоже качество настоящего мужика русского. Ну вот не хотят они согласиться с этим, да и никто не соглашается. В родном театре шла репетиция Ромео и Джульетта. В этом спектакле раньше сам Авилов играл Меркуцев. Я репетирую эту сцену, когда Меркуцева умирает и говорит, да, для этой жизни я был слишком переперчен. В эту минуту звонит мне мобильный телефон. Мне говорят, Витя умер. Получилось это 21-го числа в 3 часа дня. Вот. И у нас там стоял будильник, и будильник остановился. И вот даже здесь какая-то такая театральность, какая-то мистическая связь, которая с ним всегда была, она проявилась. Мне Витя приснился в эту же ночь, что он стоит на лестнице, где-то вверху, такой светлый, молодой. Он говорит, поднимайся ко мне. Я говорю, а ты куда? А он говорит, а я ухожу играть. Вот такой был сон. Жалейте друг друга. Жалейте. И вы будете счастливы. Ну вот и все. А я ухожу. Это аудиозапись спектакля «Убить дракона», в котором Авилов играл светлого рыцаря Ланцелопа. Он делал ее как завещание. Послание, которое он хотел оставить после себя. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова